Поздравляю вас с 8-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Как и во всей стране, День Победы в Иванове отметили парадным шествием. Главные действующие лица на этом празднике, конечно же, ветераны. Фронтовики, блокадники, труженики тыла. Этот день они приближали, как могли. Более 400 тысяч ивановцев побывали на полях сражений. Каждый четвертый обратно домой не вернулся. Наверное, этот праздник, самый святой праздник для всех людей нашей страны, потому что нет такой семьи у нас, которая бы так или иначе не связывала свою историю семейную с этой войной. И практически в каждой семье есть либо совсем близкие, либо дальние родственники, которые не вернулись с этой войны. День 68-й годовщины Победы выдался необыкновенно теплым и ясным. Новость об окончании войны в 45-м была самой радостной и долгожданной. Кого-то она застала в госпитале, кто-то уже вернулся домой после серьезного ранения, а кто-то продолжал воевать. 30 апреля 45-го года я еще поднимал людей в атаку. А 1 мая для нашего полка кончилась война. И мы ждали, когда объявили сообщение о подписании акта капитуляции. Но прежде суровые фронтовые будни. Геннадий Владимирович ушел на войну в 1942 году во время Сталинградских боев. Нас до Сталинграда не довезли. Мы потребовались раньше. И нас сразу с колес где-то в лесу разгрузили и вперед в бой, в оборонительные бои. Вскоре я был ранен, привезли меня в госпиталь с разбитым лицом. В этот день мне исполнилось 18 лет. А сейчас ветеранам уже глубоко за 80. Те, кому здоровье позволяет, пришли на парад. Горожане тоже праздник чтут. Приходят с цветами, чтобы сказать спасибо за победу тем, кто жив. И почтить память погибших. В то прошедшее время, фронтовое, тяжелое время. Это грязная кровавая работа. Очень грязная. Кровавая. Кровь рекой текла практически. Особенно, когда добивали логово немцев, его логово в Германии, в Пруссии, в Восточной и так далее. Поэтому ощущение победы был такой восторг, такой подъем, такое настроение, что радость была со слезами на глазах. Ивановский парад выглядел весьма достойно. В стройными рядами по теперь уже Шереметьевскому проспекту промаршировали курсанты института МЧС, воины-десантники и летчики военно-транспортной авиации. К вечному огню были возложены цветы. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.